о свободе человека, о свободе выбора человека, о здоровье человека. Но поставили задачи совершенно чётко. Так вот, на Каирской конференции, чтобы вы знали, на Каирской конференции участвовали 179 стран, в том числе и наша страна. И руководители нашей страны включились, они подписали решение Каирской конференции. И это совершенно откровенные вещи. Я вам говорю то, что слышала много раз, когда была в миру по программе «Время», когда наши руководители из правительства говорят, что мы полностью поддерживаем решение Каирской конференции. Вот кто не знает, ну, политика, скучно, что-то о чём-то таком говорят, какие-то там вещи. А кто знает, волосы дымом становятся. Почему? А потому что они говорят, что мы полностью поддерживаем установку на снижение численности населения в нашей стране. До определённого уровня. Так вот, в том году, в 2005 году, 3-4 ноября 2004 года, в Москве стоялся Всероссийский национальный форум, посвящённый десятилетнему юбилею вот этой Каирской конференции. Это событие отметил Фонд ООН по народонаселению, провёл глобальный контроль реализации принятой на Каирской конференции программы действий стран в 165 странах мира. В России средняя продолжительность жизни 65 год и 1 месяц. Для мужчин 58 лет и 8 месяцев, для женщин 72 года. По данному показателю для 100-е место в мире. Вот вы знаете, вот вы попробуйте по памяти назвать 133 страны, где продолжительность жизни у мужчин гораздо больше, чем у нас. 133. У нас мужчины вот в этой ситуации, в этой ситуации, когда просто сознание не выдерживает это всё, у нас мужчины живут очень мало. 134-е место. В России самый высокий показатель смертности в Европе на уровне убийства и самоубийства. У нас огромный, я повторяю, у нас огромный процент убийства на уровне абортов. У нас огромный процент разводов. У нас огромный процент осложнений после абортов. У нас огромный процент бесплодных семей, как результат вот этого беспорядочной сексуальной жизни. Это всё результат. Это то, что называется социальная инженерия. То, что называется промывка мозгов. Это ситуация, в которой мы с вами живём. Мы можем её понимать, а можем делать вещь, что не понимаем. Потому что страшно это осознать. Потому что тогда надо изменить свою жизнь. У меня перед глазами вот такая ситуация, когда я видела ребёнок маленький. Годика два или три ему было. И этот ребёнок, он говорит, «Мам, давай поиграем в прятки?» Мам говорит, «Давай». Этот ребёнок развернулся и головой спрятался в штору. И глаза закрыл. Мама говорит, «Всё? Спрятался?» Он говорит, «Спрятался. Ещё сильнее глаза закрыл. И голову отжал. Вот это та же самая реакция, которая очень часто у нас наблюдается. Так страшно, что надо побыстрее глаза закрыть. А ещё лучше куда-нибудь в штору. А ещё лучше уши закрыть. И тогда будто спрятался. А стоит вот весь открытый. Бери, тёпленьким бери. Опасность от этого не исчезает. Это наша реакция, наивная детская реакция. Опасность от этого не исчезает. Что делать? Каждый, каждый на своём уровне должен делать то, что ему по силам. Понимая, что сейчас идёт война, демографическая война, информационная война. Как говорят подростки, ребята, наших бьют. И в это время делать вид, что ничего не происходит, это предательство. Это предательство своих детей, это предательство семьи, это предательство своих родителей. Потому что они что могли, они делали. Тогда была другая ситуация. Они гибли, они шли под поле, они шли открыто. Хотя им было точно так же страшно. Они точно так же хотели жить. Сейчас ситуация гораздо сложнее, потому что война становится более подлой. Более подлой. Но некоторые вещи надо понять. Понять и начинать им сопротивляться. Почему? А потому что вот эти разработки, это масонские разработки, проплаченные. Проплаченные разработки. Когда формируется человек нового поколения, человек без корней, без связей, без привязанности к семье, к родине, это перекати поле, это скот. Двуногий скот. Как написано в масонских программах, что это скот, который имеет человеческую внешность просто для того, чтобы нам не было противно пользоваться их услугами. То есть вот сейчас и стараются оскотинить. Вот помните, я вам говорила о том, что есть человек, это трехсоставное явление. Есть телесный уровень, душевный и духовный. Сознательно, специально, на уровне социальной инженерии селекционирует вот этот вот тип человека, сексуально озабоченного, такого идеального потребителя, скотообразное существо. Это, знаете, вот как вот, простите, этот вот образ, он очень точный, с моей точки зрения. Как у свиньи. У нее даже глаза устроены так, что она не может смотреть в небо, она может только смотреть вниз. Для нее высшее удовольствие это летом в теплую грязь плюхнуться и аж хрюкать от удовольствия. Тепло и хрюкать можно. Вот точно так же вырабатывают человека, который специально селекционирует, воспитывает, чтобы он вляпался в грязь жизни и просто хрюкал от удовольствия, потому что он берет от жизни все, не понимая, что он превращается сам в двуногое человекоподобное существо. Не более того. Это задача уничтожения России. Это задача, как сделать просто из этих людей рабов. Есть часть людей, которая еще сохранилась, которая живет на другом уровне, которая старается чуть повыше подняться на уровне добропорядочных отношений, на уровне понятия, что я должен, там есть друзья, которые живут, не открыв для себя Бога, не познав, но они живут хотя бы на уровне, на том уровне, просто не забывать о том, что есть рядом другой человек. Потому что, кстати сказать, понятие стыда и понятие совести, оно включает из себя то, что учитывается мнение другого человека, мнение другого человека, потому что стыдно бывает перед Богом и перед другим человеком. Хотя бы стыд остается, как сигнал о том, что все-таки совесть есть. И остается надежда, что все-таки человек подтянется, откроет для себя Бога. Но некоторые так и уходят. Но ведь есть еще и другой уровень. Вы знаете, я просто хочу вам сказать, показать фотографии. Вот когда еще в годы до Перестроечной. Говорила на одной встрече, когда мы ходили по Москве и подошли к какому-то издательству, я не помню, или правда, или известие. И там были вывешены фотографии царской семьи. Я помню, когда я подошла, стала смотреть, для меня это было шок. Потому что стало понятно, что все то, что говорили, в день. До новых встреч!